так друзья лайфхак то работает только знаете у меня сковородки лежали не не два часа и не 8 и даже не 24 и даже не 48 они лежали ровно неделю потому что прошлое воскресенье мне просто некогда было их развернуть вот и я вот сейчас мы приехали суббота сегодня как-то холодно и вот я начала их отковыривать и они реально отковыриваются ну вот такой штукенции не помню называется и вот так вот получилось конечно нужно потрудиться прям вот сильно надо нажимать но она отковыривается конечно не так как видео на ю тубе то есть так что прям ножом и так легко счищается нет вот тоненький слой видите он прям хорошо счищается а вот там где потолще там прям надо приложить усилия значительно и она тоже счищается но надо прям попотеть вот и учтите если у вас вот такие старые сковородки прям с толстым слоем но тут я не знаю сколько но миллиметр 2 наверно толщина нагара она вот у меня неделю лежала и я бы наверно еще бы налила и еще бы положила просто уже некогда вот там где вот потоньше видите он легко сходит так что сейчас я буду вторую сковородку ковырять вот а внутри я не мочила то есть внутри мы будем классическим способом счищать я просто не хотел чтобы внутри она мочевины этой пропитывала все-таки это алюминий он пористый и она всю эту гадость впитает себя так что такие дела знаете что то это опять какая туча надвигается вообще сегодня день такой то дождь то солнце то дождь то солнце очень странный и холодно наверно градусов 10 всего ну я вот просто двигаюсь что-то делаю поэтому в принципе не очень холодно но если стоять на месте то холодно вот хотела покопать там картошку надо выкопать уже наверное вот эта ночь была наверное были заморозки потому что ботва у тыквы замерзла хотя кабачки например вообще не тронуты как будто полосой прошла ботва у картошки поникла вот что еще трава по-моему не взошла но надо еще через недельку посмотреть может быть зайдет тогда надо ткань будет снять вот и хотел еще подальше начать копать но сейчас опять дождь пойдет ну что это погода тогда в дом пойду чё-нибудь делать сейчас вторую сковородку отковырну так что лайфхак работает но только времени гораздо больше требуется и я подливала после того как я вот первый раз показала вам что налила эту мочевину то я после этого еще два раза подливала вот так что ну конечный результат тоже наверно сниму не за посмотрим нет времени прям вот только заниматься этими самыми сковородками то есть хочется побольше всего успеть чуть-чуть там чуть-чуть там и вроде как много когда ты только одно дело успеваешь за выходные но как-то так не воспринимается когда ты много разных дел успеваешь вот так что такие дела в прошлый раз я еще не успела в этот раз буду вытаскивать свои сушеные цветочки посмотрим что получилось из этого и что вообще получилось ли очень интересно вот так что наверно тоже вам поснимаю прошлый раз вообще некогда было то есть погода такая хорошая была прям не жарко не холодно но ветерочек небольшой вроде и солнышко и при этом вообще не жарко комфортно и я в основном копала как-то больше ничего не хотела сделать вот сейчас посмотрим тучи нашла верно опять польет дождь посмотрю сейчас много еще чё надо делать еще прям вот резко такая осень наступает конкретная прям август и хоп сразу как будто октябрь вот ладно если что-то будет еще интересное вам поснимаем пока что пошла дальше сковородку вторую корябать скоблить и если дождь не пойдет пойду картошку выкапывать не знаю все таки срезать мне тыквы или нет я думаю одну тыкву срезать самую большую а две оставить но если оставлять то надо наверное накрывать потому что ночь холодной вот не знаю в общем пока в раздумьях накрывать или нет вот так странно по периметру голубое небо а прям над нами серая туча очень странно все ну ладно пошла работать увидимся позже так ну вот такие у меня раскопки тут я уже в принципе освободила 4 ведерко еще сейчас книгу посмотрю я еще плоские цветы засушила плоские думаю что нормально засохли лучше чем объемные ну и что хочу сказать колокольчики опять не получились как собственно и три предыдущих года они потеряли цвет незабудки тоже вот эти вот цветочки должны были быть синенькие тоже не получились бутоны колокольчиков тоже не получились то здесь если что-то и получилось да ну вот один более-менее синий вот этот тоже вроде как синенький но вот этот маленький вроде ничего но в основном они цвет потеряли и вот эти вот вот этот вот один мне нравится все остальные но нет если я вот этот вот освобожу от оставшихся крупинок манки то я его использую все остальные к сожалению мне не нравятся как получились и цвет и форма все какие помятые цвет потеряли лепестки по выдергивались в общем это не очень и вот тут у меня коробочки то что более-менее на мой взгляд более или менее получилось значит что у нас более или менее получилось более или менее вот здесь вот маленькие цветочки вот такие вот надеюсь что вы их видите так же как я что камера фокусируется вот тут их побольше видно собственно вот такие маленькие ромашечки тоже хорошо высохли клевер пока непонятно буду его освобождать еще чтоб было понятно мышиный горошек желтый тоже пока непонятно потом вот это вот по моему купальница называется тоже вроде бы цвет не потеряла но как-то местами странноватая вот и еще у меня есть такие вот мелкие белые ромашечки непонятно еще мельче такие белые цветочки вроде бы они ничего так но тоже надо освободить от крупинок и понять понять вот ромашки маленькие обычные ромашки тоже хорошо получились надо их освободить от манки они хорошо высохли вот остальное все ну как эксперимент как эксперимент в общем мне понравилось вот эти вот они оставили свой цвет голубенький такой фиолетовенький вот эти обычные ромашки мелкие и какие то вот эти непонятные мелкие ромашечки это мне понравилось хорошо выглядит нужно еще вот чтоб они обсыпались до конца вот остальное не знаю купальницу посмотрим есть ли здесь пригодные цветы потому что они все мяты ну вот клевер нет наверное мышиный горошек будем смотреть такие дела сейчас еще книжку толстую открою посмотрю что там вот это не все все